Основанный на данной Лемми алгоритм известен как алгоритм Евклида. Данный алгоритм занимается следующим. Получив на вход два числа А и Б, наибольший общий делитель которых мы хотим найти, мы первым делом проверяем, не равно ли одно из этих чисел нулю. Если А равно нулю, например, то мы возвращаем число Б. Если Б равно нулю, мы возвращаем число А сразу же. В противном случае мы хотим большее из чисел заменить на остаток от его деления на меньшее из чисел. Итого, если А больше либо равно, чем Б, тогда мы делим А на Б. Записано это здесь, вот этой вот операцией Амут Б. И рекурсивно вызываем тот же алгоритм. Напротив, если Б больше либо равно, чем А, тогда мы Б делим на А. То есть заменяем Б на остаток от деления Б на А. И вызываем тот же алгоритм. Корректность этого алгоритма следует из только что доказанной леммы. Мы доказали, что наибольший общий делитель чисел А и Б равен наибольшему общему делителю меньшего из этих чисел и большего из этих чисел, поделенного на меньшая состатка. Чтобы понять, каково время работы этого алгоритма, нам сначала надо понять, как же уменьшаются числа А и Б с ходом работы этого алгоритма. Перед этим давайте разберем небольшой пример. Итак, вот нам даны два числа, в которых тут по 7 десятичных знаков. Мы видим, что первое больше, чем второе. Ну, мы тогда берем и делим первое число на второе с остатком. Остаток получается равным вот 612 320, после чего мы второе делим на первое. При этом первое число становится больше, но тогда мы его делим на второе. После этого второе оказывается большим, чем первое, мы его делим. На первое получается такой остаток, ну и так далее. Пока у нас не получится, что одно из чисел делится на другое, то есть в остатке получается ноль. И в этот момент мы говорим, что, а значит, результат равен вот второму числу, неравному нулю. В данном конкретном случае получился результат 61232. Вот заметьте, что, чтобы посчитать наибольший общий делитель вот этих вот двух чисел в десятичной записи, каждого из которого было по 7 цифр, мы не сделали, мы не перебрали все числа вот до там меньшего или большего из них. Таких чисел было бы там примерно 10 в седьмой, да, а даже и больше еще. Мы просто сделали сколько-то там, раз, два, три, около 6-7 делений. И нашли наибольший общий делитель гораздо быстрее. Итого вот уже на этом примере видно, насколько наш новый алгоритм, который, напоминаю еще раз, называется алгоритмом Евклида, оказался быстрее наивного алгоритма. Итак, теперь перейдем к разбору того, какое же время данный алгоритм будет работать. Для этого мы хотим показать следующее. Если у нас было два числа а и b, и мы а было больше либо равно чем b, а b больше нуля, тогда после того, как мы поделили а на b с остатком, число, которое получилось в остатке, всегда будет меньше, чем а пополам. Чтобы доказать это, давайте разберем два случая. Первый случай — это когда b меньше либо равно чем а пополам. Ну тогда просто, когда мы а поделим на b с остатком, по определению должно получиться число меньшее, чем b. То есть по определению остатка, это, остаток — это число меньшее, чем то число, на которое мы делим. Итого, а по модулю b, оно меньше, чем само число b, ну и мы предположили, что b меньше либо равно, чем а пополам. Итого, остаток меньше, чем а пополам. Визуально это можно представить себе так. Представим, что вот этот отрезок, который здесь нарисован, его длина это просто число а. Вот посередине здесь это а пополам. Мы знаем, что b меньше, чем а пополам. Вот b лежит где-то левее, если нарисовать такой отрезок. Ну, а значит, остаток от деления а на b, он уж точно меньше, чем b, ну, значит, он уж явно меньше, чем а пополам. Вторая ситуация. Предположим теперь, что b больше, чем а пополам. Ну, тогда что мы можем сказать? При делении а на b мы понимаем, что в число а уложится только одна копия b. Если взять 2 умножить на b, то уже получится больше, чем а. Это означает, что остаток от деления а на b это просто а минус b. Правильно? То есть, опять-таки, если нарисовать вот отрезок длины а и вложить в него отрезок длины b, то вложится внутрь только один такой отрезок, поскольку мы предположили, что b больше, чем а пополам. А значит, остаток от деления будет равен просто а минус b, ну, и воспользовавшись тем, что b, по предположению, больше, чем а пополам, мы получаем, что а минус b строго меньше, чем а пополам. А значит, лемма доказана. Отлично! Что мы можем... Какие выводы мы можем из этого сделать? Ну, это означает, например, что каждый раз у нас хотя бы одно из чисел на каждой итерации нашего алгоритма уменьшается хотя бы вдвое. То есть, если а было больше, чем b в нашем алгоритме Евклида, то мы а поделили на b, и при этом а уменьшилось хотя бы вдвое. Вот просто по определению двоичного логарифма можно сказать, что логарифм двоичный — это как раз количество раз примерно, которое надо поделить число а пополам, пока мы не получим единицу. Соответственно, наш алгоритм, количество шагов, которые он сделает, где каждый шаг, напомню, это деление, будет никак не больше, чем логарифм двоичный от а плюс логарифм двоичный от b, поскольку на каждом шаге либо а, либо b уменьшается хотя бы вдвое. Соответственно, теперь, даже если числа у нас длинной сотни, например, то наш алгоритм сделает не больше, чем 600 шагов примерно. Это уже очень разумное и допустимое время работы. И это гораздо быстрее, чем наивный алгоритм. Если бы наивный алгоритм получил числа, в которых 100 десятичных знаков, то есть это числа, в десятичной записи которых 100 цифр, тогда он бы и перебрал все потенциальные делители, а таких делителей было бы примерно 10 в сотый. Это гораздо больше, чем 10 в девятый, то есть чем частота современных компьютеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...